Он вызывает какие-то эмоции, то есть вызывает массу, массу разных ощущений, тонких, более ощутимых, более тонких. Это такой сплав. То есть это вот ощущение у нас здесь и сейчас. Но если вы перейдете в другое помещение, вот буквально пройдете сейчас через дверной проем, и вы пытаетесь почувствовать, как меняется атмосфера места, то вы поймете, что вы в совсем другой атмосфере. Хотя вроде пересекли дверь, тут три метра, и вы уже в совсем другом месте, но это другая атмосфера. То есть ваше тело чувствует, если вы, повторюсь, обратили на это внимание. Если вы не обращаете внимания, там ваша глава загружена в какую-то кучу дел, то вы, ваше тело, как бы, у него просто нет возможности вас о чем-то предупредить, сообщить. Если вы делаете это осознанно, и вы сознательно пытаетесь почувствовать атмосферу места, то вы ощутите, что будет за дверным проемом. Если вы пересекли следующий дверный проем, то, как говорится, есть третья атмосфера, и так далее. То есть вот Лин Юкенен говорил, что если вы будете несколько лет вот так делать, то, в общем, вы можете ожидать хороших результатов, и он прав. Я, конечно, не могу сказать, что я делаю это всегда, да, но я периодически это делаю. И вот я хочу сейчас предложить вам сделать то же самое. Ну, уже существует какой-то план такой поэтапного разворачивания вот этого вот полотна, да, дистанционного видения, вот, и там ведется протокол, и мы записываем всю информацию, и там работа с совершенно определенным состоянием сознания. Кстати, вот эту мы сейчас работу с вами проделаем тоже. То есть вот погружением в нелокальное состояние сознания. Почему? Потому что на самом деле мы обладаем двумя сознаниями. Я сейчас немножко отклонюсь от темы упражнений, потом к нему вернусь. Отклонюсь вот в еще одну такую сторону. Существует некое у нас локальное сознание. То есть это то, что мы видим, воспринимаем, чувствуем вокруг нас. И существует нелокальное сознание. То есть это сознание вот матрицы, сознание Вселенной. То есть когда человек существует во всех точках пространства и времени одновременно. Это звучит, как бы кажется, совершенно невероятно, да, но так есть. Что мы на самом деле существуем нелокально в этом мире, что мы не существо локализованное в данной точке, а мы нелокально. Ну, кто-то из вас, если знакомился с квантовой механикой, с основным, то помнит, что есть такая двойственность волны частиц, что есть принцип неопределенности Гейзенберга, где там мы никогда заранее не можем сказать о локализации чего-то, что вот существуют волновые функции, которые до бесконечности простираются там, да. Вот так же и мы обладаем вот некой такой волновой функцией, только мы ее называем сознанием. Вот нелокальное сознание. И оно гораздо, или экстрасенсорное сознание, или вот можно назвать сенсорное сознание, то, что мы сейчас с вами испытываем все, да, а вот то, что мы делаем в состоянии нелокального сознания, это экстрасенсорное сознание. То есть информация, которая поставляется нашим экстрасенсорным сознанием, она гораздо более тонкая, то есть гораздо более слабая по амплитуде, чем информация нашего локального сознания. Вот. Потому локальное сознание много забивает у нас эту информацию, и мы должны как-то настраиваться на состояние нелокальности нашей. Вот у нас есть отдельное упражнение. Мы упражнение по нелокальному сознанию делаем глубоко вот уже в процессе нашего тренинга. Ну, сейчас, может быть, мы просто начнем хотя бы его, чтобы немножко запустить вас в эту тему, и попробовать сделать упражнение с эмбиенс, вот с переходом из одной комнаты в другую. И конечной фазой этого упражнения является то, что, допустим, вы сидите в каком-то кафе, да, спиной к двери, и кто-то входит в дверь, и вы понимаете, что атмосфера места меняется. Вы чувствуете всеми своими печенками, всеми своим существом, что что-то меняется. То есть, вот, входит другой человек, вы чувствуете, что это меняется в совершенно другую сторону. То есть, таким образом, вот, вы начинаете чувствовать атмосферу места, и как на нее влияют вот разные объекты, разные субъекты появляются в ней. Вот. То есть, это очень интересная тема, если вот с ней работать, вы, ну, получаете очень хорошие планы. Вот. Ну, просто она очень простая, и ее можно вот хорошо попробовать. Хотя, вот, конечно, последняя фаза сидеть спиной к двери, она несколько более сложная. Да, ну, тут уже мы немножко больше должны быть защелены в этом процессе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok